Всем привет! С вами Фанатик. Это игра Mortal Online 2. И сегодня поговорим про крафт брони. Что, где, как и почему. Собственно, для крафта нам понадобится вот этот вот Armor Crafting Table. Подходим, заходим в него и выбираем часть брони и какого вида будет броня. Вот у меня сейчас изучено три вида. Можно изучить еще больше. Но это я покажу где чего, как немножечко позднее. Собственно, выбрал я шлем. Выбираю Rugged Garments Hood. И вот сюда нужно положить материалы. Соответственно, кожу где добыть, я думаю, знают все. Уложим кожу и кожу. Можно делать суперлегкую, можно делать легкую и тяжелую. Как бы это странно начало. То есть вес брони будет тяжелее. Хотя это все относится к легкой броне у меня сейчас. Вот я создаю сейчас максимально легкую. Про кожу я знаю все. У меня, собственно, максимальный навык сотый. Лор я знаю про. Винок много убил. Так, и сейчас видите. Defense Blunt 1887. Defense Piercing Урон 1716. И Defense Slashing 1935. После этого я делаю максимально тяжелый. Добавляю больше материала. Соответственно, тратится на это дело. И теперь уже 2211 здесь. А здесь было 1887. То есть количество брони увеличилось. Но и вес брони увеличился. Здесь было 0,19 килограмма. А здесь уже 0,27 килограмма. Плюс от типа брони еще зависит количество защиты. Тоже частично. Там они все разные. Именно тип брони. Ну и внешка, естественно, тоже разнится. Вот если сделать калорийский стеганный. Ну у меня про него больше знаний. Именно про сам доспех. Так что шапка получается получше. Вот я выбираю ее. Докидываю материалы. Делаю сначала максимально тяжелую. И потом максимально легкую. Рогатая шапка, которая в самом начале вам будет известна. Учителя можно научиться. Либо просто подойдя к станку. Тоже научат. Вот смотрите. Это получается легкая 0,43 килограмма. Здесь легкая была 0,19 веса. А здесь 43 килограмма. 0,43 получается. 430 грамм весит этот шлемак. И у него защита 23,54. А у этого было 18,87. Но это у меня еще не полностью выкачан. Там будет немножечко побольше. Так, у меня сейчас Rugged Garments 61. Знаний не хватает еще. Про Tinder Mic. Нет, не Tinder Mic. Где этот? Наверное, не посмотрю я здесь. Придется открывать сюда. Изготовление легких доспехов у меня уже максимум. Основных доспехов. Изготовление, в принципе, доспехов всех. Изготовление легких тоже уже соточка. И в них уже находится вот страж Тиндер Мии. Это я только начал книжечку читать. Вот здесь у меня. Читает это дело. И калорийский стеганный доспех практически уже максимум. Я знаю про него. Все, 94 навык создания. Соответственно, оно получается получше. И когда я вот эту вот Rugged Garments выкачаю до такого же уровня. Ну, плюс-минус будет, конечно, немножечко поменьше защиты. Но все равно будет где-то разница, я думаю, в 2 единицы всего лишь, не больше. Но это намного легче получается, чем вот это. А вот тяжелый, видите, 0,64, 640 получается уже грамм. Когда максимальное количество ресурса добавляю. Ну и прочность тоже намного выше, 196 прочности здесь. А здесь 83, в 2 раза меньше. Так же и тут тоже 48 прочности и 96. Так же разница в 2 раза идет. Про тяжесть доспеха выполнен. Вот на мне сейчас одет калорийский стеганный шлем. Вот я тоже его крафтил на максимальном навыке. И с максимальным весом. На грудник 1,7 килограмма уже весит. А вес доспехов у каждого персонажа, он, конечно, разный. Зависит от параметров. У гномов там вообще отдельные таланты можно прокачать на вес доспехов. Вот. И у меня легкая броня, максимально утяжеленная, весит 5,3. То есть полный сет. А я могу носить до 6 килограммов. Ну, там чуть больше, да, чем 6 килограммов. То есть, я думаю, легкие доспехи все сюда влезут. Даже если их максимально утяжелять. Тут еще есть разновидность доспеха рейнджера, берсерка. Ну и все. Из легких все. Тут получается в легких. Раз, два, три, четыре, пять. Пять видов легких доспехов. Дальше у нас идет уже средняя броня. Здесь один вид доспеха. Хурицкий. Шинный. Перевод, конечно, смешной. И дальше идет изготовление латных доспехов. Здесь уже доспехи солдата, доспехи рыцаря и латный доспех наемника. Три вида тоже. Но еще один нюанс. Чтобы прокачать изготовление средних доспехов, надо сначала прокачать до этого же уровня изготовления легких доспехов. То есть, оно находится в закладке, получается. Вот я открываю. И без изготовления легких доспехов я не смогу прокачать до сотки. Вот мне здесь сто. И до сотки я не смог бы прокачать изготовление латных. Изготовление средних сначала идет. Вот в этой закладке средних находятся тяжелые. Сначала прокачиваются легкие, потом прокачиваются средние, а потом уже в самом конце прокачиваются тяжелые. То есть, если полностью изучать броника на максимум, то выходит очень много. Здесь сто, двести, триста и четыре сотни. Нужно навыка вот этого первичного потратить, чтобы можно было создавать тяжелые доспехи. Ну, не только тяжелые, все виды. Вот такие вот дела, друзья. Ну, и зависит именно качество доспеха от вашего основного навыка, которые создание доспехов, потом создание категории. Например, создание легких доспехов, знание о материале и качестве материала. Ну, и еще, естественно, от знания про конкретный сет брони. Вот, например, в данном случае Rugged Garments. 61-й навык у меня. Вот такие вот дела. Если кому-то помог, буду рад вашим лайкосам. Всем спасибо за просмотры. Всего хорошего. И до новых скорых встреч. Пока-пока.